Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как и всегда в это время, мы говорим о бизнесе. О разных его ипостасях, о разных отраслях. Сегодня, как никогда, для меня, по крайней мере, интересная беседа, потому что сегодня мы говорим об искусстве. И более того, на мой взгляд, несколько интригующе звучит название «Искусство как бизнес». Собственно, небольшую паузу я возьму для того, чтобы напомнить вам, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону в студии, телефон 6510-996, код Москвы 495, либо задать свой вопрос на сайте finam.fm в разделе «Комментарии». Я, прежде всего, представляю с удовольствием сегодняшнего гостя. Это Владимир Овчаренко, владелец галереи «Реджина» и художественный руководитель проекта «Галерея Ред Октобер». Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, еще раз напомню, искусство как бизнес. Такая тема у нас сегодня запланирована. И если позволить, я начну с того, что есть еще одна похожая, я бы так сказал, расхожий термин – «бизнес как искусство». Слова переставили, смысл изменился. Что такое бизнес как искусство? То есть подразумевается, что вы владеете неким делом, настолько тонко, насколько скрупулезно, что это похоже на то, как музыкант вводит смычком по струнам скрипки, либо как художник кистью по мольберту. А что такое искусство как бизнес с этой точки зрения? То есть мы говорим о неких более прагматичных вещах, видимо. И вот в связи с этим первый вопрос, Владимир, у меня. Вообще можно ли искусство, ну с большой буквы давайте начнем с этого, искусством зарабатывать деньги? Конечно, возможно. И много, собственно говоря, представителей бизнеса зарабатывают серьезные деньги. Объем продаж рынка – вообще просто искусство. Оценивается последней цифрой 8 миллиардов долларов в год. Конечно, всегда входит не только современное искусство, может быть, какое-то и старое искусство. И входят все регионы, не только Европа или Россия, Америка. Сейчас очень активная Азия. Поэтому вот такие цифры вполне сопоставимы с объемом какого-то, я не знаю, то есть… – Серьезного бизнеса. – Рынка, да, может каких-то там текстильных товаров или же там утюгов, я не знаю, просто цифры, но можно себе представить, что все-таки есть о чем поговорить как бизнес. – Это да, это да, собственно, мы ради этого и собрались сегодня. И тем не менее, все-таки я попытаюсь еще раз, да, свои тревоги, свои тревоги, что ли. – Действительно, искусством или на искусстве, да, можно зарабатывать деньги, но не теряется ли тогда вот этот вот изначальный смысл этого искусства, искусства как чистого искусства, да, где мы говорим искусство ради искусства? Потому что художник, он же изначально творит не потому, что ему нужно заработать на хлеб насущный, да, таких примеров из истории масса, а потому что на него снизошло, да, потому что вот он не такой, как все, ему Господь дал некий дар, он им воспользовался. Хотя сейчас, если мы говорим все-таки о бизнесе уже, да, вполне резонно представить себе такую ситуацию, вот я ее смоделировал, ну, писатель ли это, да, тот же художник, скульптор, музыкант, композитор, получил заказ просто-напросто. Там есть сроки, да, там есть условия, там есть стоимость этого заказа, и он уже, невзирая, да, ни на какие, так сказать, вдохновения, не дожидаясь, да, известной музы, он вынужден каждый день, ну, может быть, не особенно периодично, но тем не менее, он вынужден каждый день садиться за стол или брать в руки кисть, или, соответственно, подходить к пюпитру, да, и писать, 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 хотя... Можно же отказаться. Это же... Вы попробуйте подойти... Это право выбора, да? Да, подойти к компании, каким-нибудь музыкантам, раз вы привели, наверное, это будет для слушателей, более понятно, и сидись, и сказать, знаете, ребят, там, а нам надо, вот, чтобы завтра вы слетали, там, я не знаю, туда-то, туда-то. И послушайте, что они вам и на каком языке ответят, поэтому... Ну, вы бы такой пример предложили. Ну, просто то, что на поверхности лежит, наверное, можно еще поковыряться. Совершенно верно. Ну, в любом случае, всегда есть возможность, как у любого музыканта, ариотечественного музыканта, они все, наверное, соглашаются на какую-то там халтуру или лобалову, поэтому... Потому что изначально, да, вот я как раз хотел это от вас услышать, что все-таки, ну, я не хочу сказать в подавляющем большинстве случаев, но все-таки, да, вот встает проблема. Если я соглашаюсь на подобный заказ, да, ради, ну, или не ради, хорошо, но подразумевая, что у меня есть сроки исполнения и прочее, то, скорее всего, я, как бы, уже отказываюсь от некого вот этого вдохновения, от этого высокого искусства и становлюсь на более низкую ступеньку. Ну, не всегда это халтура все же, наверное, сразу же уж, да, но все-таки это уже некое ремесло, наверное. Здесь есть много разных понятий, главное, нам здесь слегка не запутаться просто, да, потому что, когда мы говорим про искусство, конечно, это такой своеобразный вид, если уж мы говорим про здесь активы или товары, которые, конечно, имеют свои какие-то специфические свойства, зачастую требования, которые к нему предъявляются со стороны вот публики, скажем так, иногда как бы носят какой-то очень специфичный характер, да, но, допустим, если говорить сейчас очень расхожие темы для обсуждения инвестиций в искусство, да, приносят ли они доход, можно ли, как бы, инвестируя в искусство, что-то заработать. И когда разговариваешь с какими-то людьми, которые, может быть, где-то когда-то купили искусство, и имеют какой-то удачный или неудачный опыт, зачастую говорят, ну вот, знаешь, вот этот художник стоил, там, не знаю, пять лет назад столько, а сейчас работа его стоит, там, в два раза меньше, допустим, да. Всегда ответ очень простой, хорошо, ребята, а вот вы купили какие-то акции, да, которые стоили тогда же пять лет назад, а сейчас они стоят восемь раз дешевле, а может, их вообще просто нет уже, эта компания банкротит. То есть рыночные риски, да, как и на любом, любой инвестиционной площадке, и на, так сказать, и в искусстве существует. Ну, вот к искусству почему-то, вот, многое, даже так как, собственно, занимаешься этим, ведешь возможность разговоров, почему-то уж какой-то прям супергамбургский счет предъявляет, что уж если уж... Всегда они растут в цене, да, всегда. Да, вот если уж я какую-то работу купил, это какой-то такой подвиг, что это никогда в жизни не должно с ней ничего случиться. Конечно, здесь вот, допустим, мы в своей работе, я не знаю, как там, остальные коллеги, стараемся все-таки своих коллекционеров ориентировать на то, что от работы, которую они приобретают, надо получать просто удовольствие. Прежде всего хотят. Да, она должна нравиться, по крайней мере, тогда, когда ты ее приобретаешь. И, конечно, все мы живем в реальном мире, и всех интересует, это все-таки обычно связано с серьезными затратами, да, финансовыми, и, конечно, интересует, ну, как бы, будущее, чтобы, если уж были какие-то потери, может быть, какие-то небольшие, но основное все равно это нравится. Нравится, может быть, оценено по-разному. У кого-то нравится... Кто-то нравится Жигури, а кому-то нравится, там, я не знаю, там, последняя модель. Как говорил Пласик, да, на вкус и цвет образца-то нет. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик, это понятно. Но все равно базово должна нравиться. Да, да, то есть изначально, когда мы говорим об инвестициях даже в искусство, ну, и вообще о том, что соприкасаемся мы с этим, да, прежде всего это эстетическая составляющая, да, мне должно нравиться, и, соответственно, я принимаю какие-то решения. Да, и здесь другой, получается, здесь вторая специфика, которая уже, только, наверное, здесь присуща именно искусству, что если она тебе работа нравится, тебе не важно, какая на нее цена, да, ты можешь, конечно, там, через 5-10 лет поинтересоваться, а что с ней там происходит. Если она подорожала в цене, это будет приятное дополнение, да? Да, это просто ты выиграл, я не знаю, вдвойне, втройне, да. А если она даже осталась стоить столько, сколько она стоила тогда, когда ты ее приобретал, то вот эти проценты недополученные, а вложенный капитал ты получил просто в виде морального или там психологического, просто удовольствия от общения с этой работой. Она, в отличие от других видах активов, которые хранятся где-нибудь в сейфе или в записке в вашем вот экране компьютера, да, где можно посмотреть, сколько у тебя каких-то акций там на счету, это просто ты, она, работа может висеть на стене или скульптура быть где-то в помещении или на улице, ты каждый день, проходя, или незаметно даже для самого себя получаешь какой-то с ней эмоциональный контакт. И тогда это важная работа для тебя. Если же ты ее не получаешь, то тогда у тебя есть другая возможность, просто поменять ее на другую работу. Совершенно верно, совершенно верно. То есть опять мы говорим, если ставить в ряд, да, рядышком вот несколько возможных инвестиций, инвестиций в искусство, вот у нее есть, никакая другая, да, сторона этой деятельности все-таки, наверное, не даст тебе еще и эмоциональную, ну, я имею в виду эстетическую составляющую. Конечно, не каждому, наверное, все-таки, ну, давайте реально смотреть на вещи, дано как вот уловить вот этот момент, но каждый может попытаться найти это, потому что, если мы говорим даже про рынок искусства, да, то он многоуровневый, пускай он начинается, я не знаю, там, от человека, который просто может быть что-то... Владимир, я вас перевью, мы сейчас будем слушать новости на Финам.ФМ, а потом, естественно, поговорим об этом рынке. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема «Искусство как бизнес». В гостях Владимир Овчаренко, владелец галереи Реджина и художественный руководитель проекта «Галерея Ред Октобер». Еще раз напомню я на всякие случаи. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт финам.ФМ. Итак, мы продолжаем наш разговор. И вот в первой его части, по крайней мере, так более глобально, мы неожиданно, а может быть ожидаемо, по крайней мере, Владимир-то наверняка об этом знал. Мы пришли к выводу, что если рассматривать искусство, ну, его какие-то конкретные произведения в качестве традиционных или не очень инвестиционных вложений, то они имеют ряд, ну, или как минимум одно неоспоримое преимущество перед всеми другими. Они несут в себе еще эстетическую составляющую. Если предположить, да, что инвестиция будет неудачна, это не так страшно, потому что у вас в любом случае остается то, что вы приобрели, и это радует глаз. Теперь, если не возражаете, Владимир, давайте вернемся, или точнее, подойдем поближе к непосредственно тому бизнесу, которым занимаетесь вы, вы занимаетесь галереями. Я, извините, процитирую вас. Нашел я интересную, на мой взгляд, фразу в Википедии. Итак, в 2011 году, по крайней мере, так написано, вы говорили, галерея исполняет роль проводника, трубы между художником и коллекционером. Это зачастую социально противоположные типы, и им невозможно или очень трудно найти общий язык. Галерея забирает идеи художника, абсорбирует их, и более-менее в доступном виде предлагает коллекционерам. А у коллекционеров свои отклонения. Так что мне, это говорит Владимир, интересно это, а не срубить капусту здесь и сейчас. Кстати, опять мы подошли к очень важной, на мой взгляд, теме, мотивации. Человек, который занимается искусством, он прежде всего мотивирован, все-таки, не рубкой капусты, наверное. Или это не так, Владимир? Все-таки мы с вами на Финам.ФМ, и передача наша называется «Про бизнес». Поэтому, конечно, есть бизнес-составляющая, и мы также действуем в рамках, обсуждаем определенные бюджеты или выставок, или годовые, и стараемся их придерживаться. Основное то, что вы процитировали, да, наверное, какая-то такая труба. Не всегда она настолько содержательная, как у других наших газо- или нефтепроводов. Вот, но, то есть, лично для меня доставляет большое удовольствие общение с художниками, в первую очередь. Потому что это люди зачастую с каким-то, скажем так, свежим и зачастую парадоксальным взглядом на даже обычные какие-то вещи или ход вещей, и поэтому такая точка зрения, которую ты нигде не прочтешь, нигде не послушаешь, потому что художники зачастую, они даже и не очень хотят афишировать какие-то свои соображения или свои мысли, или они приходят и уходят, как фонтан, поэтому... Ну, в данном случае мы говорим именно об искусстве ради искусства, да, вот тот самый художник, который... Да, да, но мы стараемся, конечно, то есть, ну, так как все-таки мы давно уже работаем, галерея была основана в 1990-м году, это, значит, больше 20 лет. Наверное, из тех галереи, которые сейчас действуют на русском рынке, мы одна из самых первых таких... Ну, старейшие как-то это как-то про что-то другое, но... Звучит не очень, да? В общем, давно мы здесь, да. И, конечно, у нас, может быть, больше возможностей, чем у других каких-то только зарождающихся галерей, и поэтому подбор художников, кто-то приходил, кто-то уходил, здесь это всегда похоже чуть-чуть на управление команды какой-нибудь футбольной, да. Ты стараешься собрать самое лучшее, у тебя есть и защитники, и нападающие, и вратари, так что какие-то художники имеют больше перспектив на отечественном рынке, какие-то на международном, поэтому... Какие-то очень известные художники, какие-то более молодые, и поэтому это вот такой набор, такая коллекция художников. Мы тоже коллекционеры. Коллекционеры, конечно. Ну, вот давайте уж воспользуемся вашей аналогией. Предположим, да, мы говорим там о футбольной команде, о неких трансферах, как это принято говорить. Естественно, ну, понятно, да, там тренер или кто-то, генеральный директор команды выбирает игроков. А. В рамках бюджета, который позволяет им, да, этот выбор делать. И. Б., конечно, они смотрят на профессионализм того или иного, да, игрока. Ну, правда, там еще есть необходимость, наверное, да, защитники нам нужны, а полузащитники не очень нужны. Вратари у нас хорошие. Ну, и на рынок. Способен ли он, этот рынок, принять эти идеи и, ну, собственно говоря, сами произведения? Ну, вот в данном случае, если этой аналогии придерживаться, вот вы выбираете для своей галереи, да, одного, второго, третьего, пятого, десятого художника. По каким критериям? Вот профессионализм этого художника требует, ну, я не сомневаюсь в вашем профессионализме, но требует специфического знания наверняка. Или вы привлекаете сторонних экспертов? Или вы, там, на каком-то интуитивном уровне? Вот этот молодой, вот он, я, ну, такое бывало тоже в истории, да, я вот чувствую, у него пойдет, у него пойдет. Надо его поддержать. Разные пути дороги, как художник попадает в галерею. В нашем случае обычно мы долго смотрим до принятия решения, о том, работаем мы или нет с художником, на его выставке в каких-то или других галереях, или в каких-то других выставочных залах, разговариваем с художником. Для меня основное понятие, вообще, честно говоря, насколько художник честен в том, что он делает, потому что, действительно, разные люди попадают в эту нашу историю. И разные художники бывают. Извлечение прибыли от тем, с чем ты занимаешься, конечно, это для художника не самый лучший путь. Ну, то есть, вот слово «честен» в данном контексте, это как раз говорит о том, да, насколько он решает задачи, вот, да, сиюмоментные, заработать кусок хлеба, и, наверное, в каких-то вещах уже противоречит себе. Ну, здесь, да, потому что вот эта честность, она приводит к тому, что художник, он как бы многослойен, то есть, у него может открыться и второе, и третье, и четвертое дыхание. А если человек просто там, ну, просто рассматривает как бизнес, просто продакшн, да, то есть... Да-да-да, то есть, сейчас модно вот это, да, или нет? Произвел, продал, ну, как бы, то есть, это обычно все-таки, понимаете, как вот, конечно, я не думаю, что сильно мне будут сейчас слушатели как-то доверять. Аплодировать, аплодировать. Но у произведения искусства, как и у какого-то даже, допустим, продуктового продукта, существует срок годности. И вот вы можете приобрести произведение, и оно вот, вот оно вам нравилось на момент, когда вы приобрели, а почему-то через неделю, ну, оно вроде ничего, вот такое же, вроде так вот, ну, вот висит. Но как-то вот все, что можно было из него, все соки, вот всю, всю составляющую, которая вас интересовала, вы из нее уже вытащили. То есть, вы ее, получается, потребили. Владимир, извините, я позволю вам возразить, хотя, может быть, это не очень корректно, мы, может быть, говорим о другом уровне искусства, но вот я поклонник импрессионистов, я очень люблю Мане, и я надеюсь, вы понимаете, да, вот сколько бы он ни висел, сколько бы я на него ни смотрел, ну, я лично, вот, вот этой ценности он не утратит никогда, а если уж говорить о его ценности номинальной, что называется, денежном выражении, ну, мы знаем, что происходит, так сказать, с этим произведением искусства. А другом мы говорим? Ну, к сожалению, эмпирически мы это сейчас не сможем с вами проверить, да, насколько долго вы с Мане бы выжились, но на самом деле, если бы это было так, как вы говорите, то люди бы не расставались с Мане работами. Тем не менее, существует рынок, и люди продают и покупают Мане, значит, кому-то они на каком-то этапе уже... Подоедают уже, да? Ну, потому что произведение искусства, конечно, вы не можете сейчас закрыть глаза на то, сколько это стоит, да, конечно, поток информации на вас давит, какие-то люди, которые заинтересованы продать, начинают приходить, говорят, слушай, да надо тебе, давай продай, такие деньги мы заработаем и так далее. Но опять у вас в руках козырь, это ваша работа, вы можете сказать, нет, я с этой работой умру или просто пойти на аукцион и продать это. Поэтому совершенно разные произведения вот эти вот наборки в качестве. И поэтому можно, понятно, вы сейчас вот, когда мы говорим про Мане, у него тоже много всевозможных составляющих, в том числе, и вы знаете, что вот уже эту историю Мане, да, что он уже во всех, собственно говоря, энциклопедиях, уже мастер во всех музеях, даже работ не так много, может быть, на открытом рынке. И поэтому это тоже на ваше восприятие, это работа, вы проходите мимо. И если бы это была подделка Мане, вы, может, тоже самое бы относились, сделан к каким-то китайским мастером. Ну, наверняка, если, да, я-то не особенно разбираюсь. Да, но от того, что это вы знаете, что Мане, оно как-то вот прям вот... Крылья вырастают. Да, с утра проснулся и вместо кофе на Мане посмотрел. Да, да. Вот это искусство, у него вот столько много грани, да, что один может уловить, принять одну, другой с этим не согласен, ему нравится другое. Третьему вообще это может быть всё по барабану. Он скажет, слушай, я постер, он куплю, я не знаю, за 2-3 тысячи рамочка, что это вы тут меня, как обычно у нас сейчас говорят, там, разводите, да, как бы. Поэтому просто мы все разные. И наше восприятие искусства разное. В этом мы, по-моему... И прелесть-то совершенно верно. Если мы берём, опять уж возвращаемся, да, к избитым темам, мы берём акцию, вот есть акция Газпрома, она акция, с какой стороны её не посмотри. Вы посмотрите, я посмотрю, у неё есть просто стоимость и всё, и какие-то ожидания перспективы. А на Мане посмотрим, да, в частности, с разных сторон, я с вами согласен, один увидит одно, другое, другое. Это здорово. Продолжая разговор непосредственно о галерее, как известно, да, ну, как известно, как вы сказали, что это труба, некий проводник. О художнике мы поговорили, а вторая часть, соединяющая эту трубу с художником, это коллекционер. Вот с его точки зрения, да, или, так сказать, ваше взаимоотношение, ваше взаимодействие с ним каким образом строится. Потому что мне вот, опять я вернусь к этой цитате, да, галерея забирает идеи художника, абсорбирует их, и более-менее в доступном виде представляет... Ну, если, как я понимаю, если проще говорить, да, то не всегда то, что художник предлагает, на ваш взгляд, может быть, интересно коллекционеру. Поэтому нужно, ну, опять-таки, если банально, да, нужно вот повесить не на эту стену, а на эту, чтобы свет падал другим углом, и тогда коллекционер это заинтересует. Об этом речь. Как-то эту я фразу что-то, как-то я не помню сейчас говоря, потому что мы никогда, ну, даже мне удивительно, что я сказал, что мы что-то у кого-то забираем. Такого, конечно, не происходит. Задача, то есть художник, он создает произведение. Не, ну, понятно, что забираем идеи, это не значит, что мы там что-то взяли, украли, да, обманули, нет, 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 конечно, я понимаю, что... Нет, больше здесь художник создал произведение, а как донести уже до, мы называем это определенно фан-клаба, да, то есть у художника, у любого художника, как у футболиста или как у любого бренда, есть определенные любители, да, туда входят не только коллекционеры, какие-то, может быть, критики, какие-то, может, галеристы, какие-то, может, другие художники, просто любители его искусства. Владимир, вновь мы послушаем новости, прервемся, а потом продолжим разговор. И вновь, и вновь на Финал-ФМ бизнес-класс меня зовут Олег Дмитриев, сегодняшняя тема «Искусство как бизнес», мы ее обсуждаем с моим гостем Владимиром Овчаренко, владельцем галереи Реджина и художественным руководителем проекта «Галерея Ред Октобер». Собственно, прервались мы, ушли на новости, разговаривая о второй части, да, второй составляющей этого звена, художник, галерея и далее коллекционер. Ну, наверное, не только коллекционер, да, некий вот потребитель, фан-клаб или как-то иначе покупатель, да, критик. Вот кто среди этих самых потребителей, кто в этом клубе участвует? Владимир. Коллекционер, с него мы начали, это, конечно, ну, человек, который, собственно говоря, приобретает произведение для своей коллекции и тем самым помогает существовать художнику. Помимо этого есть зрители, критики, галеристы, другие художники, которые важны тоже для самого автора, потому что от них они получают какую-то реакцию на свои произведения. Художник, принимая решение о том, что он вообще делает выставки какие-то из своих произведений, участвует в этом, уже делает какой-то шаг к публичности. Значит, его интересует реакция зрителя, по крайней мере. Если бы он этого не хотел, тогда бы он оставлял свои работы мастерской и просто приходил бы, с утра на них смотрел, делал какие-то новые произведения, и бы там оставался. И, скорее всего, они бы всегда ему нравились, да, у него-то вряд ли возникло. А может быть, наоборот, да, может быть, количество суицидов увеличилось, непонятно. Поэтому вынос на публику произведение искусства, которое создан автором, это уже очень такой важный шаг, да. И, конечно, художник очень интересует, какая же реакция, нравится, не нравится, что нравится, что скажут, как отреагирует. И потихонечку создается вот эта ситуация вокруг художника, с которой он живет. Есть художники, которые стараются не сильно прислушиваться, да, к тому, что зритель или коллекционер, или его какой-то критик высказывает отношения других, наоборот, это очень часто даже заводит в какие-то тупики, да, из которых... То есть он идет вынужден идти на поводу, да? Ну, потому что мы же все разные. У кого-то настроение, голова работает по одному, у другого по другому. И поэтому сами художники очень креативные и очень тонкие, тонко устроенные люди. И поэтому зачастую, конечно, критика очень болезненно воспринимается. Так что вот если говорить про коллекционеров, да, это как вот такое. Вот эти люди, которые... Движущие, да? 8 миллиардов платят в год за произведение искусства. Это вот все коллекционеры. Конечно, существует... Если мы говорим вообще про рынок в современном... Вообще в искусстве, то существует рынок просто зрителя, да? То есть если зритель идет в кинотеатр, значит, это тоже киноиндустрия. Здесь тоже зритель идет в музей, тем самым создается тоже индустрия потребления искусства через просмотр, через общение в музеях. И, собственно говоря, это не так уж дорого и стоит сейчас, по крайней мере, в России по сравнению с западными аналогами или по сравнению с билетом в кино. Поэтому очень важно, чтобы люди находили время, возможности с нашим ритмом жизни и с нашими пробками в Москве. Сейчас много просто всевозможных институций открыто, и музеи, и... И по ночам даже работают они. Суниципальные, гараж, и винзавод, и много мы слышим. Конечно, очень важно, потому что это дает... Может быть, первый раз, когда ты идешь, тебе много непонятно, но чем больше ты ходишь, тем больше ты интересуешься. Какие-то парадоксальные вещи начинать больше и больше засасывать. Будоражить. Поэтому, конечно, искусство — это какой-то обычный, все-таки ненормальный какой-то порядок вещей. То же самое Моне или тот же Пикассо, когда создавали свои произведения, неоднозначно воспринимались живущими в то время, собственно говоря, зрителями. Поэтому сейчас трудно воспринимается какое-то, может быть, современное искусство. Время показывает, что остается в истории, что нет. Но присутствовать при этом, зная, что... Наверное, человек, который ходил, допустим, на первую выставку Пикассо, он потом долго вспоминал через 30-40 лет, ты посмотри, а я был... Он тогда был молодой в какой-то маленькой галерейке где-то там, да? А я сходил и смотри, ничего себе. Это тоже остается с тобой как воспоминание надолго в твоей жизни. Конечно. Хотя поход в галерее в наших условиях или во всем мире, это... Если это галерея, а не музей, то это бесплатная вообще услуга. Ты можешь... Имеешь возможность просто зайти посмотреть, и никто тебя не будет не дергать за руку и билетик тебе там спрашивать или что-то такое. То есть во всем мире это крайне открытая демократическая платформа, позволяющая зрителю познакомиться с максимально возможным кругом художников. На самом деле, конечно, уже отобранным, прошедшим, какой-то, получается, квалификационный отбор, да? Потому что, если это не галерея, то это может быть... Но есть какой-то аналог нашего зрителя. Пожалуйста, набережная ЦДХ. То есть это художники, которые вот не попали в какой-то... То есть на следующие ступени. Но они тоже живут, у них тоже есть свои любители, тоже можно приобрести незадорого. Но это, получается, это некая первая ступенька, да? Вот в частности, набережная ЦДХ, или уж я боюсь назвать старый Арбат. Там тоже есть художники. Очень много этих первых ступенек, нет такого, что вот что-то одно. Допустим, если мы говорим про Китай, там вообще очень сильно развита эта индустрия. То есть существует целая цеха художников, которые изготавливают по заказу произведения искусства. Допустим, вы им привезете, ну не знаю, какой-нибудь каталог, ну что нам известно, Айвазовского, и скажете, хорошо, вот знаешь, я приеду к тебе через полгода, вот мне, пожалуйста, 20 картин сделай, там, я не знаю, 2 метра на 3, 10, там, я не знаю, 60 на 90 сантиметров. И ты приезжаешь через полгода, и они будут сделать, это не будет копия с тех работ, из каталога, это будет стилизованное под Айвазовского произведение искусства. И ты это купишь, я не знаю, за очень дешево. Потом, правда, существуют всевозможные хитрые ходы, там, в Европе, сейчас, я знаю, может, у нас это начинает развиваться. Когда эти произведения попадают в всевозможные салоны, и подаются уже, как работа неизвестного художника, который в Европе, там, не знаю, 30 лет назад умер, и никто его не знает. Да, на самом деле, это такое существует, очень так, в Азии большой продакшн, всего это искусство, оно даже продается на таких специальных ярмарках, где рамки продают, они произведения искусства, и они продаются кипами, то есть без подрамников, и просто цена устанавливает в зависимости от размера. Так что есть такой рынок. Разные. Разные рынки, да, действительно. Хорошо, Владимир, вот, собственно, мы начали говорить о галерее непосредственно, ну, или как минимум о том, что у нас есть всегда возможность и бесплатно туда попасть, и приобщиться к высокому, или не всегда высокому. А если сравнивать именно с этой точки зрения, насколько наш рынок, или, давайте так, наша популярность среди россиян подобного времяпровождения отличается от того, что наверняка вы знаете, да, что в Европе или в Америке творится. Менее популярны у нас подобные занятия. Давайте посмотрим, реально, то есть вот, если говорить про рынок каких-то галерей, или вообще, что чего-то нового, новых институций, только там, у нас существует там 15-20 лет, реально, в России. Поэтому это все еще совсем такой свежий, новый рынок. И, учитывая, я все-таки человек, старше уже поколения, скажем так, и многие из моего поколений, мы все воспитывались в советской школе. Конечно. Что мы видели в конце учебника родной литературы, это были произведения социализма в основном, с Лениным, или с комсомольцами, или с... Ну, либо иллюстрации каким-то классическим произведением, что может быть уже... Реже. Реже. Ближе к сердцу. Реже. Реже. И поэтому, конечно, вот этот глаз и вот этот орган, который развит сильно, да, там, в нашем детстве, он очень многим людям закрывает какую-то возможность свежего взгляда на то, что произведено вот за последние, там, 20, 30, даже 40 лет, да, вот остается эта картинка из детства, и к ней все время ты обращаешься. Причем, она воспринимается все-таки как некий эталон, правильно? Да. В подсознании уже вбилось вот это дело, да? Да, но вот здесь ничего не сделаешь, хоть вещи не изменишь, и мы все, как птеродактели, скоро исчезнем же. А вот молодежь, которая сейчас как растет, да, она имеет большой объем информации, она просто, зайдя в интернет, может посмотреть любую выставку, которая происходит на другом конце земного шара. Конечно, он не получит такое ощущение, как в живую поход, но хотя бы информационно будет знать. И здесь, конечно, интерес со стороны молодого поколения очень высокий. И будет нарастать, на самом деле. В России интерес среди молодого поколения очень высокий, правильно я понимаю? По сравнению с тем, что было, да, там, 10-15 лет назад. А по сравнению с молодежью, которая в Европе находится, или в Штатах, или в Азии? Трудно сранить, потому что там, конечно, это очень богатая традиция. Ну, если уже про коллекционирование, мы говорим, там это все уже веками существуют коллекционеры, которые говорят, ну, у меня и прабабушка собирала, и бабушка, и дедушка, и я сам тут уже герой, да? Кто-то там... То есть это уже просто выработано, да? И там не надо такие вопросы задать. А что? А зачем? А почему? Ну, когда вы пойдете в какой-нибудь большой музей, как Тейт, или Мома в Нью-Йорке, или Тейт в Лондоне, или по беду вы увидите очереди часто, или стоимость билета может составлять просто 20-40 долларов, ну, в зависимости, где и как. Поэтому это все-таки там уже это большой мир по сравнению с нашим. У нас это только начало. Тем более интересно начинать что-то сейчас, может быть, для каких-то людей, которые этим начинают интересоваться. Как правило, мы говорим, да, если мы находимся в начале чего-то, очень часто мы в этой студии, в том числе, приходим к мнению, что действительно, ну, что у нас там с 90-го года, с середины 90-х, только все это началось. Естественно, в данном случае отрадно всегда говорить о том, что у нас есть достаточно серьезные перспективы, потому что... У нас у всех есть перспективы, и не только на рынке искусства. К сожалению, конечно, я не знаю, то есть вот сейчас мы же слышали в перерывах новости, не всегда они располагают каким-то вот... Мыслим об искусстве. Да, потому что, понимаете, само произведение искусства, это все-таки знак времени. Я вот его так и рассматриваю. Знак того времени, когда ты жил, да, допустим, ты... Знак это не значит именно, ну, так, иллюстрация или там срез. Нет, это знак, потому что это было создано вот в этом году. В это время, да. И когда, допустим, кто-то приобретает какое-то произведение, он на это смотрит, у него связана с этим какая-то часть его жизни. Он что-то делал, он где-то это увидел, он, может быть, пообщался с художником, или что-то его привлекло, когда он принимал решение. И получается сейчас такая очень странная история здесь у нас, потому что мы сами, нам самим не нравится это время, в котором мы сейчас проживаем. И знаки этого времени... Тоже нам не нравятся, естественно. Что-то как-то кажется, вот что-то оно какое-то не такое, вот что-то будет лучше, и тогда вот тогда мы эти знаки как-то и будем коллекционировать. Поэтому сейчас есть трудности, а, соответственно, если мы говорим про международное отношение к русским художникам, то то же самое накладывается. Как бы, ну у вас там что? У вас там ничего нету, да? Там что у вас? Коллекционеры не покупают, государство не поддерживает, да? Там какие-то вот эти истории с Пуссерай тоже плохо действуют на это дело. Ну просто это... И они говорят, ну раз у вас там ничего нет, а нам это зачем? У нас своё есть. Поэтому наша история здесь она. Будем мы её как-то пытаться, всё-таки помогая художникам, развивать. И много положительных каких-то сейчас инициатив. Просто если посмотреть на весь вот этот вот срез, на весь ландшафт, то, что было 10 лет назад и сейчас, конечно, больше возможностей и видеть и отечественных авторов, звёзд каких-то, и западных, и имена, и, пожалуйста, постоянно происходят выставки, и вы можете пойти. Если хочешь целый день какой-то выходной потратить на искусство в Москве, ты спокойно увидишь несколько хороших выставок. Ну и опять для этого нужно будет перемещаться в Москве, или всё-таки они где-то централизованно, эти выставки проводятся? Есть специальные площадки? Разбросаны, но всё-таки если выходной день не так перегружен транспортом, они все в центре. Они в центре, да, как минимум. Да, поэтому передвижение, что на метро, особенно летом, что на машине облегчено. Владимир, спасибо. Ещё раз мы приедёмся, послушаем новости и потом продолжим. Ну что ж, последняя часть нашего эфира. Тема сегодняшней программы «Искусство как бизнес» и в студии Владимир Овчаренко, владелец галереи «Реджина» и художественный руководитель проекта «Галерея Ред Октобер». Владимир, возвращаясь, собственно, к идее бизнеса, мы всё же сегодня больше об искусстве говорим, ну и на самом деле, мне кажется, это логично, и всё же возвращаясь к идее бизнеса, я так понимаю, если мы опять вспомянем трубу, о которой вы говорили, всё-таки галерея в данной ситуации это посредник, да, между художником и потребителем, ну, коллекционер ли это будет, либо другая галерея, ну и так далее, мы об этом тоже уже упоминали, то есть, на чём бизнесы строятся? Если говорить о основе бизнеса, то, конечно, те доходы, которые получаются от продажи работ, идут, часть из них достаются художнику, а часть идёт на покрытие тех расходов, которые связаны с приобретением, с проведением выставок, с участием во всевозможных ярмарках, печать каталогов и всевозможные мелкие расходы, что-то, если вдруг ты хорошо работал, может и достаться тебе в виде прибыли. Ну, как-то не очень убедительно прозвучало это, если ты хорошо работал, а если ты работал не очень хорошо или какие-то другие обстоятельства, то ты останешься и без прибыли. Ну да, у нас же нет какой-то коррупционной составляющей, поэтому есть риск вот такой, можешь заработать, можешь нет, то есть, у нас нет такой схемы, которая позволяла бы гарантированно зарабатывать. Я, Владимир, прошу прощения, смотрите, я, уважаемые слушатели, хотел бы еще вот о чем сказать про нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что в прошлом Владимир занимался, наверное, не очень корректно прозвучит, ну давайте так, другим бизнесом, который к бизнесу имеет непосредственное отношение, во-первых, у Владимира финансовое образование, он закончил на Сосовском финансовом институте, долгое время занимался какими-то другими вещами, а потом, вот что это заставило это потом, надоело ли, почувствовали, может быть, какую-то усталость, да, необходимо поменять сферу деятельности, либо просто, такое часто тоже бывает, когда человек идешь-идешь-идешь по одному пути, а потом встречаешь кого-то или случается что-то и ты понимаешь, что все, что ты раньше делал, оно, конечно, не бесполезно, оно составило огромный опыт, да, у тебя есть база, но заниматься надо именно вот этим, и все меняется. Что вас потянуло в искусство-то? Начать, наверное, от того, что в 90-м году, когда мы открывали галерею, да, то есть всегда чем-то еще занимались, и даже сейчас еще чего-то такое иногда приходится делать как бизнес не только в сфере искусства, потому что ты постоянно общаешься с людьми, которые являются те, там, может быть, владеют какими-то бизнесами более емкими, да, или капитаны, там, даже, какого-то вот капитаны дальнего плана, финамо, финамо, да, вот, поэтому всегда что-то, какие-то темы обсуждаешь, всегда что-то находишь, рассказываешь про художника, а тебя спрашивают про другое, бывает такое, вот, а, то, что я уже, наверное, повторял, и, наверное, еще раз скажу, что вот, вот художники, то, как они рассуждают, какие-то их идеи, они, конечно, в какой-то момент, то есть, иногда ты остываешь, иногда тебе горячее становится, да, где-то они тебя подводят, как в 90-м году, собственно говоря, не существовало вообще никакого бизнеса, это нельзя было назвать бизнесом в искусстве, да, то есть, этих покупателей, коллекционеров, вообще, твои доходы составляли цифру близкую к нулю просто, а расходы были, пускай, меньше, чем сейчас, но, в любом случае, все что-то стоило, и тогда мы около 4-х или 5-ти лет, как просто, собственно, говорят занимаемся интересными проектами, потому что нам это было интересно. Интересно просто. И сейчас занимаемся, потому что это интересно, наверное, можно сказать, что если бы мы с такими же усилиями за это время занимались, не знаю, рубкой дров, или там, я не знаю, другой трубой, наверное, было бы, может быть, даже как-то с точки зрения там финансов интереснее, а может быть, нет, ты никогда не знаешь. Это да. Но то, что вот у нас сейчас отличная группа художников, которая работает с нами, все равно это двигает постоянно, то есть конечно это какие-то обязательства определенные, потому что все они задают вопрос, на что, как, там, чего продается А можно сказать, что вы занимаетесь в какой-то степени меценатством Нет, это мы не очень это не очень будет к нам все равно у нас какая-то есть бизнес модель, вот эти вещи я не хочу просто брать меценатство, мы допустим в том году провели такой аукцион, Help Krims которая участвует не только, кстати, в галерее Реджина художники, но и просто художник, который я просто пригласил к участию, это действительно была какая-то благотворительная акция, которая просто нельзя было, как-то было это очень остро пережито, я думаю, что многим Это на уровне того, что случилась трагедия и мы сопереживаем и мы думаем, как можно поучаствовать как помочь, можно людям Мы собрали деньги и потом привезли 300 ребят из Крымска осенью в каникулы в Москву, там четыре дня они тут наслаждались, поэтому то, что могли сделали, это какое-то вот такое А все-таки галерея, она предполагает, что у тебя есть доходная, расходная часть, иногда ты, допустим, если художник молодой или там ты видишь в нем перспективы, но еще рынка вокруг него не существует ты можешь просто покупать работы, потому что ты уверен в том, что они будут стоить дорого А цену вы сами устанавливаете в данном случае? Принцип всегда очень простой, молодой художник начинает с минимальных цен и по мере развития рынка вокруг него интересы со стороны коллекционеров цены растут А причем вот эта шкала минимальная, средняя и максимальная, это просто уже устоявшиеся какие-то есть цифры, да, я так понимаю? Наверное, но обычно там есть маленькие, большие, ну, не знаю, то есть молодой художник, может быть там начнет что-нибудь там, не знаю с 20-30 тысяч рублей Вот это, наверное, цена, которая Это минимальная считается, да? Наверное, есть что-то меньше, но как-то вот до нас, мы обычно все-таки все-таки мы уже работаем, даже если молодой художник, он до этого уже сделал какие-то выставки и мы уже его приглашаем работать с нами, поэтому все-таки они уже какие-то, ну, не то что состоявшиеся, но уже прошедшие какие-то первоначальные вот круги отбора Движения уже были уже, да? То есть у нас просто есть такая возможность Вот, вот говоря о возможности в данной ситуации получается, что вы приобрели какое-то количество работ этого художника, да? Заплатили ему сами А потом, ну, в дальнейшем, наверное, не сразу, я думаю, да? В перспективе того, что эти работы будут находиться в галерее и на них, соответственно, будет... Не всегда, конечно, так происходит Иногда и художник с самого начала пользуется ну, интересным и спросом то есть нет необходимости как-то Выкупать необходимости Что-то, да, заполнять склады Поэтому всегда по-разному По-разному Ну, часто, особенно молодые Иногда мы не всегда берем молодых Иногда просто Так как у нас есть конкуренция Мы можем как-то кого-то из другой галереи пригласить, работать с нами Но молодой художник обычно все-таки чуть-чуть, но надо помогать Ну, что касается конкуренции Как-то у нас вроде есть конкуренции Это говорит о том, что галерей не так много Или вашего уровня не так много галерей Ну, и хорошо А зачем их больше? Ну, если мы говорим о том, что все-таки Хорошо бы, да, что постепенно Больше, все больше и больше И большая часть наших сограждан Да, обращалась Конечно, хотелось бы Может быть, ваша программа Кого-то подтолкнет Наверняка, наверняка Ну, это надо Это, конечно, очень интересное дело И здесь надо просто не стесняться Начинать просто Ну, общаться с художниками Конечно Потому что ты для них можешь Принести пользу тогда, когда ты Точно доверяешь Тому, что они делают Да Ну, судя по вам, вы как раз Из таких людей У нас есть вопрос И вопрос, касаемый Больше всего бизнеса, видимо В меньшей степени искусства Вот, слушатель спрашивает Как быстро можно Как быстро можно начать получать прибыль Открыв галерею в Москве Как быстро можно начать получать прибыль Я думаю, что Если Это не то, что ты открыл палатку И через три месяца У тебя уже шампура Там полная денег Не знаю Я думаю, что если Все правильно делать И У тебя есть определенные Финансовые возможности То есть Очень трудно Я думаю, что будет построить Этот бизнес на кредитные деньги Если у тебя есть какая-то подушка Которую ты готов инвестировать Она очень велика Это необходимая подушка Ну Буквально там Срез Срез Цифр Я не знаю Сейчас много возможностей Есть интернет, конечно И не всегда Есть необходимость Содержать какое-то гигантское Помещение Для проведения выставки Но если ты проводишь выставки В любом случае Это какое-то помещение Это какое-то Необходимо Причем его надо иметь Ну, либо в собственности Либо в долгосрочной аренде Ну, или в аренде Да, невозможно Да, вот Условно говоря У меня нет помещения Потом я затеял выставку Раз в месяц И я договорюсь Можно так Это называется Поп-ап галерея И много такого Даже на Западе Можно и так Функционировать Может быть Кто-то начнет с того Что у него Не так много художников Которые нравятся Может один-два художника И с ними Можно вот такие Поп-ап выставки Делать по всей Москве С периодичностью какой-то Всегда можно Найти какое-то Помещение Не задорого Может на неделю Не обязательно Чтобы было там Три-четыре недели Да, работала выставка Все зависит Может быть Молодежь Какие-то выставки Связаны там С пати С какими-то Такими мероприятиями То есть всегда можно Посмотреть И может быть Спонсора на что-то найти Так что это конечно Такая непростая задача Но я думаю Что таких уж Совсем-то простых бизнесов Все меньше и меньше В России остается Это да Это да Как сетуют Гости в этой студии Сейчас деньги зарабатывать Сложно Стало сложно Все сложнее и сложнее Зарабатывать деньги Я понял Ну собственно да Действительно Наверное Говорить о быстрой окупаемости Бизнеса под названием Галереи Не приходится Потому что Специфика Специфика самого Все зависит Вы понимаете Всегда разные истории Это успех Или поражение Поэтому Все Может быть Кто-то послушает И вообще как-то По-другому Все сделает И покажет нам всем Как вообще Бабло срубить Но все-таки Я буду заканчивать Пихонечку Я если позволите Владимир Еще раз подчеркну Ваши позиции Мне ближе Гораздо Если вы занимаетесь Искусством Точнее Вы занимаетесь Бизнесом Связанным с искусством Наверное Первым мотивом Этого занятия Должно быть Не срубить бабла Легко или не очень А все-таки Некая другая Эстетическая составляющая Вам должно Вам прежде всего Должно быть Это приятно И как результаты Должно быть приятно Тем с кем вы работаете А потом уже Бог даст И будут деньги Огромное спасибо Владимир Овчаренко Владелец галереи Реджина Художественный руководитель Проекта галереи Ред Октобер Уважаемые слушатели Увидимся через 5 минут В сухом остатке Спасибо за внимание До свидания До свидания Продолжение следует